Это ты делал сабмод на октаву в ТНО? Дайте я! Ах ты п***! Дохни! Дохни! Никогда не знал, что мод в хойке может свести человека с ума. Но вы наверное хотите знать, что тут происходит. Поэтому давайте начнем сначала. Какой я дурк! Когда я услышал о том, что вышел сабмод для октаву, я был рад. Вот что вообще такое октаву? Октаву это местечко в Казахстане, где сидел лошадь всех казахских сафагазис. Поехавший нацист с мечтой убить всех русских. Однако, разрабы его вырезали так, как не хотели оскорблять военного героя. Я думал, что в сабмоде нам дадут поиграть за вырезанного казаха, да еще и с большим количеством контента? Как же я, б***ь, ошибался. У мода нет фокуса. У мода нет здравого смысла. В нем вообще нет смысла. Какой-то человек просто запихнул себя в него с какой-то шизоидной предысторией. Какой-то слободинской лигой молодежи. Единственный генерал такой имбовый, что Павел Батов убегает хныкать, роняя кал. Отрицательных эффектов у государства нет. Баланса в моде что-то совсем не видно. Вы будете очень долго сидеть на жопе и ничего не делать. А вся ваша партия продлится до 1965 года. Во время невероятно интересного ничего не делания, вы получите где-то 3-4 ивента поднятия популярности партии и истории лидера государства. Найдете радио, из-за чего... Нет, вы не получите ускорение к изучению электроники. Вы получите целую ячейку исследований. Атака других государств происходит по скриптам, но где-то в 1963 или 1964 вам предлагают напасть на Каракалбакстан. Наверное, там колпачки от ручек живут. Или не нападать на эту страну. Потом всплывет выбор, стоит ли атаковать Орск и Оренбург. И это происходит во время войны с другим государством. Очень удобно. Спасибо. Видимо, автор сам не играл в свой мод. Еще в моде есть единственная механика, что если вы не успеете объединить Казахстан до 1965, то тогда он развалится как Россия Таборицкого. Играть в это настолько скучно, что это просто сводит с ума. Если бы были фокусы, это мое мнение сильно поменялось бы, но здесь нет ничего. И смысл было делать мод про себя. Про свою личность. Если ты никому неизвестен или известен в слишком узких кругах. Я понимаю, если кто-то сделал мод про Паталота или хотя бы Михаила Полтавского, но ведь здесь какой-то чёрт. Если бы создатель просто вернул Газиса в игру, то это было бы лучше в 100 раз. Итог. Десять моих желаний перестать жить из десяти, десять казахов с желанием перестать жить из десяти, и три часа потраченного времени впустую из пяти. Стоп. Это чё, Дугин? Это на самом деле действительно кринж. Это торжество кринжа. Мне бы разучить три аккорда, Ведь три аккорда не так уж мало. Я бы была как земфира, Я бы играла на гитаре.